МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК У тебя очень красивый дом. Спасибо. Присаживайся. Саша, если ты не против, я перейду сразу к делу. Да, и я очень рад, что ты позвонил, и нам нужно было уже наконец поговорить обо всем этом. Скажи, пожалуйста, ты знал об отношениях Кати с Андреем? Конечно, знал. Знал, что они встречались. А ты знаешь, что твоя дочь беременна? Да. А знаешь, что это Катя спровоцировала Андрея? Она поджидала его у дома, настаивала на встрече. Подожди, это ты к чему сейчас? Я просто хочу, чтобы ты знал мое мнение вот об этом и обо всем. И? Катя не та девушка, на которой женится мой сын. Решайте свои проблемы сами, а на Андрея не рассчитывайте. Подожди, вот о чем ты хотела поговорить. Да мы как-то и не рассчитываем. А что, Катя не требует от Андрея, чтобы он на ней женился? А что ты взяла? К нам домой приходил ее жених, вот буквально только что. И это был не Андрей, это был совершенно другой парень. Ах, Водка, я шокирована распущенностью твоей дочери. Крутить голову двум парням сразу, ну это как-то отвратительно. Не надо оскорблять мою дочь, ты лучше за своим сыном смотри, который вырос озлобленным и нервным. Видимо, обстановка в доме способствует. Знаешь что, вы бы свой дом вспомнили. Обстановка. Мама остается при своем мнении. Она хочет, чтобы мы больше не виделись. Уже даже не знаю, что придумать. Хотела меня в Альпы отправить, представляешь? На лыжах покататься. Главное, чтобы подальше от тебя. И что ты ей ответил? Я сказал, что я взрослый человек и сам в праве решать, что мне делать. Извини, кто-то идет. Поможешь, перезвонит вам. Бедный мальчик. Почему же тебе так не везет? Она тебя обманывает, ты веришь? Алло. Куда ты пропал? Мама захотела. Она почему-то решила, что ты меня обманываешь. Что мне с тобой очень не повезло. Хотя, мне с тобой повезло. Так же, как и тебе со мной. Ну ладно, ладно, ладно. Что ты хотела мне сказать? Как забыла? Ну, знаешь, ничего важного. Это Катя хуже, чем мы думали. С чего это ты взяла? Она крутила сразу двоих. И не факт, что она беременна от Андрея. Да ты что? Да? Подожди, если ты так в этом уверенна, то надо сказать об этом Андрею. Я хотела это сказать. Ну, сейчас понимаю, что хорошо, что он спит. Да он все равно нам не поверит. Он подумает, что мы все это придумали. Ну, да-да. Пожалуй, ты права. Ну, и что ты решила? Пока ничего. Ну, не дури. Прими предложение Павла. Ну, я же сказала, я подумаю. Сколько ты будешь думать, когда живот на нос полезет? Мам, послушай, не торопи меня, пожалуйста. Выйти замуж – это серьезное решение. Я хочу его принять осознанно. Осознанно? Только непонятно, о чем ты раньше думала. Послушай, я осознала свои ошибки. Но раз осознала, прими его предложение. Ты только подумай, какая судьба тебя ждет, если ты упустишь Павла. Не волнуйся, я не упущу. Значит, ты согласна выйти за него замуж? М? Прекрасно. Значит, завтра едем выбирать платье. Завтра? Ну, а что тянуть? Слава богу, ресторан выбирать не надо. Потому что у нас свой. Что-то ты совсем загрустила, подруга. Хотя я понимаю. А может быть, решить все одним махом, а? Как? Да просто. Настучать куда следует на Ларису. Пустить в ход документы, которые она подписала. И в результате Лариса сядет. Катя освободится от матери тирана, а Сашка от опостылевшей жены. Ир, давай не будем торопиться. А что нам мешает? Я просто думаю о последствиях. А по-моему, они прекрасны. Но это может отразиться на Катеном самочувствии. Ей сейчас нельзя волноваться. А мне кажется, что она вздохнет с облегчением. Ну, а может, Саша будет страдать. Я этого не хочу. Ну, за Катю и я беспокоюсь. А вот почему ты так сочувствуешь Саше? Ну, понятно, вернуть себе то, что отобрала у тебя Лариса. Понимаю. Даже выйти за него замуж, это тоже вариант. Ну, почему ты так о нем беспокоишься? Подожди. Подожди. Подожди, ты что, в него влюбилась снова? Только этого не хватало. Ир, давай ты не будешь ее трогать. Я тебя очень прошу. Что она хотела? Мы поговорили об Андрее, Катя. Она что, хочет, чтобы мы приняли ее выродка в зитье? Лариса, смени тон, либо я сейчас уйду. Ну, хорошо, хорошо, не кипятись. Так что она хотела? Она против. Категорически против отношений Кати и Андрея. Она не хочет, чтобы ее сын породнился с Ворошиловыми. Вот дура. Да кому нужен ее сын? Катя выходит замуж за приличного парня, а не за это ничтожество. Ты говоришь об этом, как о свершившемся в факте? Катя не приняла решение? Катя приняла решение. Она сделает так, как скажу я. Я бы не был бы так уверен. Я поговорю с ней. Катюш, я поговорить с тобой хотел. Да, давай. Мне мама сказала, что ты собираешься в замуж за Павла. Мама ошибается. Послушай, я разговаривал с Натальей Ивановной. И что она сказала? Да что-то странное сказала. Катя, послушай, я... Я хочу знать. За кого ты собираешься замуж? За Павла или за Андрею? Пап, если мама узнает правду, я не знаю, что она сделает. Мне скажи. Конечно, я не собираю замуж за Павла. Мы с Андрюшей хотим пожениться. И я очень надеюсь, что Наталья Ивановна нас поддержит. Ах, Катюша. Боюсь, что тебя она не примет. Мне кажется, Наташа никогда ее не примет. У нее словно пелена перед глазами. Это не поддается объяснению. Что именно? Она поступает с Катей так же, как когда-то семья Ворошилов поступила с ней. Но тут нет ничего удивительного. Она зла на них. Не смогла справиться со старыми обидами. И Лариса, можно сказать, погубила ее отца. К сожалению, Наталья не понимает, что вредит собственному сыну. Ну, и что же делать? Что, что? Надо поддержать Андрюшу. Да, а как? Я, например, с Наташей разговаривать не буду. Все равно бесполезно. Она все равно не слышна. Ничего. Мы что-нибудь придумаем. Кристина! Я тебя сейчас устрою! Бездельница. Спит, наверное. Нет, нормально. Как деньги брать, так бегом, а как отрабатывать не дозовешься. Ну, держись. Кристина! Здрасте. Я не понял. Работа стоит, она лежит. Ты обещала с самого утра все докрасить. Здравствуй, Денис. Денис Иванович, я. Худо мне, Денис Иванович. Разреши мне сегодня на работу не ходить. Я отлежусь маленько. Полечусь и завтра все доделаю. Обещаю. Напомню мудрость. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Мне каждый день дорого. Завтра зарядят дожди. Пиши пропало. Сейчас таблетку дам. Сразу полегчает. Допила я уж лекарства. И что? Поначалу легче стало. А теперь опять голова кружится. Сил нет никаких. Хорошо. Я понял. Ну, раз ты не можешь работать, тогда дочь твоя пусть долг отрабатывает. Я сейчас позвоню. Вызову ее из города. Пусть приезжает. Не надо, Денис. Прошу тебя. Не тревожь Машу. Ей учиться надо. Я сама сделаю все. Я вот сейчас встану. Еще сейчас встану. Так, 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 так. Кристина. Эй! Ты чего? Кристина? Кристина! Черт. Да что ж такое. Хорошо, правда? Маша, все в порядке? Маме не могу дозвониться. А, ну, может, о Новогороде, а телефон дома забыла. Мама так не делает. Она знает, когда я буду звонить, и она не будет брать трубку. Я буду волноваться. Так, давай я Денису позвоню, попрошу, чтобы он к вам зашел. Посмотрел, как там он. Не переживай, найдем на твою маму. Денис тоже не отвечает. Что ж ты скорую не вызвал? Только время потерял. Вот чем я ей помогу. Ой, Боже, куда же вы так спешите? Небось, скотинка заболела? Да, заболела скотина. Вот беда. А что за животное хворает? Ленивое, глупое. Машенька, ты, ты, главное, не пиникуй. Ну, может быть, она выключила звук и не слышала. Такое же бывает. Она не умеет отключать звук. Ты серьезно? Слушай, ну, может, он у нее сломался. Телефон же старый, наверное, да? Старый? Нет, нет. Может, аккумулятор разрядился. Всякое бывает. Нет, я чувствую, что-то случилось. А ты почему так решила? Ну, я как ни позвоню, у нее слабый голос. Я не должна была ее оставлять одной. Я должна была быть в перитопе. Нет? Не отвечает. Нет. Кристина, ты чего это, а? Болит что-то? Кристина, ты меня слышишь? Телефон. Петрович, дай мне телефон, а то Машенька. Кондратий, Кондратий. Диагноз, твою мать, она же горит вся. Петрович, ты же температуру не мерил. А я безградусника вижу. Жар у нее. Кристина, давай-ка откроем рот, скажем «а». А. 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 Ой, ой, ой. Ольгина у тебя. Так, я сейчас все напишу. Вот. Будешь принимать по схеме. Поняла? Петрович, я это, поинтересоваться хотел, а на сколько дней она выпадает из процесса? Из какого процесса? Производственного. Знаешь, Денис, если бы ты не был так похож на своего родного отца, ну, внешне, разумеется, я бы подумал, что тебя ему подкинули. В смысле? А в том смысле, что не мог у такого доброго человека, каким был Иван Степанович, вырасти такой черствый сын? Какой к черту процесс? Ты хочешь, чтобы у нее осложнения начались? Неделя постельного режима. И вызови врача из нашей районной больницы. Ладно. Завтра вызову. Немедленно. Понял, не лухой. Денис. Алло. О, привет, сестра. Звонила? Чего хотела? Да, мы тут с Машей не можем Кристине дозвониться, а ты сегодня к ней не заходил? Да, заходил, все у нее в порядке. Слушай, Наташа, можешь дать Маше на пару слов? Хорошо. Держи. Алло. Привет. Твоя мать заболела, работать не может. Ты хорошая дочь. Приезжай и отрабатывай долг. Какой долг? Тихо. Молчи и слушай. Помнишь, мой отец вам крышу менял? Какую? Какую? Такую! Наши материалы были. Труд папин. Тоже каких-то денег стоит. Еще скажешь, что ты не в курсе. Я в курсе. Только попробуй проболтаться Наташи. Я не буду ждать, пока вы отработаете долг. Поняла? Пойду и подам на вас в суд. Пол улицы видела, как выбрали у нас материалы. Как мама? А ты приезжай. И все на месте увидишь. А что случилось? Мама заболела. О каком долге вы говорили? Мой долг поехать в Переток и быть с мамой. Надо же. И куда это ты так нарядился? Неужели университет? Мам, перед парами я собираюсь заехать за своей невестой. Невестой? Угу. Я сделал предложение Кате брату. Ну, наконец-то. И она согласна? Сказала, что подумает. Ну, девушки всегда так говорят, даже если сразу согласны. Вот и я так подумал. Так что ты можешь меня поздравить еще чуть-чуть, и я стану ее мужем. Я стану мужем богатой девушки из хорошей семьи. Сынок, а ты не рано радуешься? По-моему, в самый раз. А что? Ну, насколько я знаю, совсем недавно за твоей невестой ухаживал Андрей Бондарчук. Это ведь из-за нее вы подрались, правда? Ну, было дело. А он знает, что ты собираешься жениться на... Мам, ну, я не обсуждаю с ним такие моменты. Просто я хочу понять, что нас ждет, когда он узнает. Мам, ты не волнуйся. В самом худшем случае он припрется на свадьбу с букетиком поздравить молодоженов. А в лучшем? А в лучшем. Останется в воспоминаниях, и то ненадолго. Не переживай. Алло? Мамочка? Здравствуй, доченька. Ты прости, что я на твои звонки не отвечала. Я в огород ушла, а телефон... Куда мне забыла? Я так и подумала. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, Машенька, хорошо. А что у тебя с голосом? Ты что, плачешь? Нет, мам, я не плачу. Я просто волновалась. А теперь, когда ты позвонила, я успокоилась. Мамочка, хочешь, я приеду? Ну, что вы ты, Машенька. Я тут сама. Справляюсь. Зачем тебе ехать? Соскучилась. Да, соскучилась. Очень. Тебе ведь учиться надо, доченька. Знаешь что, а давай ты на каникулы приедешь ко мне. Я тебя буду ждать, ладно? Ох, ну все. Мне пора. Работ полно. Я целую тебя. Пока. У нас гости. Доброе утро, Лариса Семеновна, это вам. Доброе утро, Павел. Такой неожиданный визит, но мне очень приятно. А второй букет, я думаю, предназначен Катюше? Именно так. Кстати, а где она? Я хочу отвезти ее в университет. А я сейчас за ней зайду. А, Валентина Степановна, пожалуйста, предложите Павлу кофе. И поставьте этот чудесный букет в воду. А ты располагайся и чувствуй себя как дома. Спасибо. Павел, тебе кофе сварить? Или, может быть, чайку? Да, Валентина Степановна, вы так не беспокойтесь. Давайте я ему лучше помогу поставить цветы в воду, а потом мы пойдем на кухню, и вы покажете мне, как готовить ваш фирменный кофе. Ничего вкуснее в жизни не пил. Ну, давай. Катя, он ждет тебя внизу. Не валяй, дурака. Одевайся, собирайся, тебе пора на занятия. Я не поеду сегодня в университет. Почему? Я плохо себя чувствую. Скажи ему, что я заболела. Пусть едет сегодня без меня, а вместе поедем в следующий раз. Ты приняла решение? Какое решение? Ну, не морочь мне голову. Ты выйдешь замуж за Павла или нет? Ты об этом? Да, я приняла решение, да. Сейчас, ну, дай просто спокойно полежать. Пару минут, хорошо? Мне действительно плохо. Ну, хорошо. Я не буду настаивать, чтобы ты сегодня ехала на занятия. Но как только тебе станет лучше, мы поедем выбирать платье. Валентина Степановна, куда поставить вазы? Одну давай сюда, а вторую вон на тумбочку. Как кофе пахнет. Пей на здоровье. Спасибо. Павел. Да? Я прошу прощения, но я вынуждена тебя огорчить. Катя сегодня на занятия не пойдет. Она приболела. Жаль. Что-то серьезное? Нет, нет, не волнуйся. Она приняла лекарства. Скоро все пройдет. Угу, понял. Лариса Семеновна, а можно что-то спросить? Ну, конечно. Скажите, а Катя еще ничего не говорила? Ответ. Ну, об этом лучше с ней лично поговорить. Понял, хорошо. Ну, я хочу тебе сказать, что у нас с Катюшей на сегодня большие планы. Какие, если не секрет? Мы едем. Выбирать свадебное платье. Угу. Хорошо. Мама не соглашается на мой брак с Катей. Говорить с ней об этом бесполезно. Ну, и что ты собираешься делать? Жениться наперекор матери? Лишиться ее поддержки? Бросить учебу и пойти работать? Я найду способ обеспечить жену и ребенка, не бросая университет. Я, я не знаю, буду подрабатывать по вечерам. Я придумаю что-нибудь. Леня, без понятия, что меня ждет в будущем, но я точно знаю, что я не поступлю так, как мой отец поступил с моей мамой. Я уверен, что я буду хорошим отцом. Я буду заботиться о ребенке. Я дам ему образование, я дам ему все. Но он точно не будет лишен отца. Это тебя всегда угнетало. Да. Я всегда защищал маму. Помнишь, сколько Паша Тичинский наговорил о ней гадостей? Так вот, Катю, Катю, я никому не дам унизить. Никто не смеет сказать, что она мать-одиночка. Все-таки жаль, что твоя мама не хочет вас понять. Да. Мне сейчас непросто, но... Ты знаешь, я никогда бы не подумал, что мама откажет мне в помощь. Мы всегда с ней были заодно, а тут... Ну, ты знаешь, с ней или без нее, а я все равно женюсь на Кате. Ребят! Присаживайтесь. Ну, что? Это будет у нас репетиция, но я обязательно приглашу вас на настоящий мальчишник. Официант! Легок, не поменим. Официант! Все время о чем-то думаешь. Дима, ты ведешь себя так, будто бы у меня здесь нет. Ты знаешь, мне кажется, если я действительно исчезну, то я этого даже не заметишь. Ладно, ты преувеличиваешь. О чем ты думаешь? Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Все по-прежнему. Просто я устал. Романтический ужин в середине недели как-то странно. Завтра на работу. Ну, прости. Мне просто хотелось сделать что-то приятное. Посидеть вдвоем. Так красиво, с вином, с вечами. Ты знаешь, я все время считал тебя такой прагматичной. А тут столько романтики. Ну, одно другому ведь не мешает. Я была, кстати, очень романтичным ребенком. И, кстати, в детстве очень много мечтала. О чем? О чем? О том, какой будет моя взрослая жизнь. Дом. Работа. Любимый мужчина. Нет, я мечтала. И вместе с тем я планировала. Ну, и что? Все сбылось, о чем мечтала? Ну, почти. А дети? Сколько ты хотела детей? Ну, об этом я не задумывалась. То есть, дети тебе не нужны? Нет, почему? Я хочу детей. И... Ну, мне недавно исполнилось 40. И я думаю, есть еще пару лет впереди. Просто я же прекрасно понимаю, что дети изменят всю мою жизнь раз и навсегда. И, возможно, даже придется от работы отказаться. Ах, ну да, ну да. Работа же самая главная. Нет, дело не в этом. Вернее, как. Дело не только в этом. А в чем? Ну, для того, чтобы рожать детей, нужно выйти замуж. Ну, да. А детям нужен отец. Так я делал тебе предложение. Хочешь, я еще раз повторю? Дим, я тебе уже все объяснила. Ты говоришь, что у тебя все в порядке. На самом деле я-то вижу, что это не так. Ты все время о чем-то думаешь. Твои мысли не со мной. Ты их все время скрываешь. И даже когда мы вместе, ты все равно... Я чувствую, что ты не мой. Так чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты меня обожал. Да. Да, я хочу, чтобы ты мне дарил подарки. Чтобы ты меня на руках съестил. Ага, какой большой список. Да, большой. Давай выпьем. Давай. Ты знаешь, что у меня созрел тост? Знаешь, какой? Говори. За моего сына. Ребята, ребят, я извиняюсь, конечно, что это пока бокалы с соком, но я хотел бы попросить вас поднять их и выпить за здоровье моей невесты Кати Братух. Что ты сказал? Прошу. Ну, как тебе это платье? По-моему, неплохо. А по-моему, они все одинаковые. Да, тебе так кажется? Да. Послушай, Катюша, а давай попробуем вот это платье. А будьте добры, принесите нам вот это платье померить. Нет. Я хочу вон чай отсюда, мам. Хорошо. Повтори, что ты сказал. Я сказал, Катя братух, моя невеста. Не ври. Катя не твоя невеста. Знаешь, как это было? Я пришел в дом к Ворошиловым и официально посватывался. Они все меня обожают. И что? Ну, она сказала, что подумает. А это значит... Чтобы все было в порядке. Максим Леонидович, вот поступил. Извините. Так, и откуда красота такая? От студенческого кафе. Понятно, съел что-то не то? Если бы. А что, боксировал? Нет, у них была дискуссия. Натнулся на кулак оппонента. Да и не так все было. Он чуть не убил меня. Ясно. Расскажете позже. В оперблок везите. Я сейчас подойду. Подожди, ну а что ты собираешься делать? Я собираюсь поговорить с родителями Кати, как можно скорее. Слушай, может отложим официальный визит? По-моему, мы оба не в форме. Леня, не хочешь, не иди сам справлюсь. Да подожди, ну куда я тебя не брошу? Тут опаснее, чем фанат Динамо на трибунах Спартака. Ну что ты им скажешь? У вас товар у нас скупец? Да, Леня. Значит так. Постельный режим три дня. Угу. При головных болях, тошноте и головокружении. Принимать вот это. Понял. Спасибо. Подождите, так я вижу, вы у нас уже не впервые, по словам пациента, упал с велосипеда. Притом два раза. Знаете, при таком характере травм, необходимо сообщить в полицию. Не надо. Что же мне написать? Ну, напишите. Со слов пациента. Не продолжайте. Я понял. Просто я думал, вы боксер, а вы, оказывается, велосипедист. Проходите, проходите. Спасибо. Присаживайтесь. Интересно. Может быть, вы хотите умыться? Нет, спасибо. Все нормально. У вас здесь кровь. Не-не-не. Не хотим. Спасибо огромное. Тогда я сейчас влажные салфетки принесу. Нет, не беспокойтесь. Все хорошо, правда. И рукав нужно пришить. Не беспокойтесь. Позовите, пожалуйста, Катю. Ты что здесь делаешь? Не самое подходящее время для визита. Почему это? Потому что все дома. И дедушка, и родители все. Ну, и какая удача. Самый подходящий момент. Валентина Степановна, позовите, пожалуйста, всех. Ну что, я еще раз вам предлагаю остаться здесь на несколько дней, потому что у вас сотрясение мозга, а это серьезно. Я не могу, мне надо к невесте. Что ж, ясно. Нет, так нет. Но постарайтесь с велосипеда-то. Больше не падайте. Я уж постараюсь. Извините. Сыночек мой. Да когда же это прекратится? Ты же мне обещал, что у вас все решено. Что она за тебя выйдет замуж. Выйдет, мама, выйдет. До свидания, Катю. До свидания. Как ты посмел сюда явиться? Подожди. Подожди. Пусть сам скажет, зачем пришел. Я пришел просить руки вашей дочери, Лариса Семеновна. Извините, что я в таком виде и без цветов, но, как говорится, время не ждет. Мы с Катей любим друг друга и хотим пожениться. Пожениться? Да. А у нас уже есть жених. Так что ты опоздал, дружок. Нет, не так. Давайте поступим по-другому. Спросим у Кати. Катя. У тебя есть жених? Да. Кто он? Андрей Бондарчук. Пошел вон отсюда, быстро! Вон! Катя, ты хочешь сейчас уйти со мной? Не сейчас. Хорошо, хорошо, я понимаю. Я уйду. Но я вернусь. Андрей, что ты? Он не звонит. Занятия закончились, уже давно должен быть. Может, он... А может, он на тренировке. Может быть, надо им позвонить. Тетя Наташа, не надо, не надо. У него свои планы. Зачем их ручить ради меня? Надо. Мы собирались тебя все вместе проводить на вокзал. Зачем? Ну, я ненадолго выезжаю. И сама доберусь. Все в порядке. Вот билет. Перетоп 10 вечера. В 10? Да. Ну, тогда он успеет. Ну, конечно. Успеет, успеет. Сейчас еще раз наберу. Катя, значит, все это время ты врала мне, да? Ты продолжала встречаться с Андреем и обманывала вообще нас всех. Я требую объяснений. Что тебе объяснить? Что я врала и встречалась с Андреем? Да, это так. Мы любим друг друга. У тебя нет ни гордости, ни достоинства. Ты вообще не похожа на Ворошиловых. И я рада, если это так. Стой! Я еще не договорила! Стой! Хватит! Хватит! Оставь ее в покое. Никогда. Кажется, все встало на свои места. И ей просто придется с этим смириться. Да. Доброе утро, коллега. Доброе. Еще пациентов нет? Есть. Но до начала рабочего дня еще целых 10 минут. Я решил провести их в компании друга. Понятно. Русская природа. Красиво. Угу. Скажи, а почему ты не возвращаешься в Россию? Ты ведь тоскуешь, это очевидно. Так моя жизнь в Америке устроена. У меня здесь работа. Надя. Кстати, Надя, почему вы не женитесь? Могли бы уже детей иметь? Ее дети не интересуют, а у меня есть взрослый сын. Вот так вот. Угу. А почему они с тобой? Потому что я потерял его. Отказался жениться на его матери. Да, я кажется, понимаю. Он тебя не может этого простить. Да. Я должен был заботиться о нем. Помогать, учить, подсказывать. А я ничего этого не делал. Теперь об этом жалею. Ладно, давай работать. А что бы вы сделали на моем месте? Я помогал бы Кате и Андрею. Они любят друг друга. Это очевидно. Пусть женятся. Семен Кузьмич. Наташа никогда не даст согласия на их брак. И Андрея она поддерживать не будет. Андрей самостоятельный парень. Обойдется и без ее поддержки. Да это понятно. А Лариса? Она же им жить спокойно не даст. Да. Лариса – это наша беда. Вы себе не представляете, как я себя чувствую в этой ситуации. Представляю. Я отец. Отец. И ничего сделать не могу. Послушай. Если мы сейчас не поможем Кате, то в том, что она будет несчастна, будем виноваты. Мы с тобой. Да. Ну и куда собираешься? Я ухожу. А я запрещаю тебе собирать вещи и уходить из дома. А если уйдешь, ни одной шмотки, ни копейки, ничего не получишь. Понятно? Понятно. Значит, уйду в том, в чем есть. Ну-ну. Да. Алло, привет, пап. Рад тебя слышать. Как ты? Как здоровье? Как дела? Здоровье в порядке, сынок. А вот новости у нас нерадостные. Послушай, Дима. Катя беременна. Отец ребенка Андрей. Как видишь, сынок, история повторяется. Ну, я уже наслышан, в общем-то. От кого? Да неважно, от кого, пап. В общем, я догадываюсь, кто тебя мог проинформировать. Валентина, небось, все рассказала. Я так и знал. Да это неважно. Слушай, ты говоришь, история повторяется. Андрей, что, не хочешь на Кате жениться? Нет. Наоборот. Два часа назад он приходил свататься. Так молодец. Что нерадостная новость-то? Катя, что ли, не хочет? Катя согласна. Лариса против. А Наташа? И Наталья против. Обе мамаши ополчились против бедных детей. Катя ушла из дома. Куда она пойдет-то? Бандышки ее не примут сто процентов. Я не знаю, Дима, где она сейчас. Но я обязательно разыщу их и помогу детям. Вот только Наталья с Ларисой. Да не дадут они им жить спокойно. Я тоже так думаю. Ладно, слушай, пап, я что-нибудь придумаю. Я не знаю что, но я что-нибудь придумаю обязательно. Хорошо? Созвонимся. Давай. Катюшечка, иди сюда. Боже мой, солнышко мое, дорогая. Ты мне позвонила, я ничего не поняла. Объясни мне, что случилось. Я не хочу вас беспокоить. Просто мне не к кому обратиться и некуда больше идти. Ушла из дома опять. Можно я у вас здесь поживу? Конечно, можно. Твоя комната ждет тебя всегда, в любой момент. Спасибо. Это я. Привет. Андрюш, я из дома ушла. Позвонила Анне Петровне. Она мне разрешила пожить в общежитии. В какой-то комнате, Катя? В той, в которой жили мы с мамой? Да, в той самой. Теперь она и моя. Т Zhите Заводи! Заводи, поехали. Куда так торопишься? В общежитии... Зачем? Поехали, а остановись на вз teste лет하세요. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что ты задумала? Зачем тебе в общежитие? Наташа, давай я поеду с тобой? Нет, я сама. Подождите, у меня здесь все. Да, Андрюш, заходи. Можно уйти? Продолжение следует. Продолжение следует.